Она является одной из немногих женщин, которые могут потянуть многомиллионную франшизу, но Кейт Бекинсейл по сей день малоизвестна и крайне недооценена. Она способна на потрясающую работу на камеру, но, несмотря на то, что она доказала свои плюсы в работе с правильным сценарием, в последнее время возможностей для демонстрации её актёрских способностей становится маловато. Вот несколько причин, почему Голливуд больше не предлагает роли Кейт Бекинсейл. Потенциально крупный фильм с Бекинсейл для американской аудитории закончился невероятным провалом. После отличной игры в одном кадре с Клардейнс в фильме 99-го Разрушенный дворец, Бекинсейл готова была завоёвывать сердца. Но в блокбастере 2001 года, Перл-Харбор, в котором Бекинсейл сыграла девушку, влюблённую в персонажей Бена Аффлека и Джона Хартнета одновременно, всё пошло не по плану. Если бы фильм ждал успех, или же игра Бекинсейл затмила собой все минусы фильма, её карьера могла бы уйти в другое русло. Это могло бы привести её к ролям в высокопрофильных романтических фильмах. Но Перл-Харбор уничтожил Бекинсейл в плане надёжной главной актрисы крупнобюджетной драмы, а её следующий фильм уничтожил все шансы на роли в комедийном жанре. Романтическая комедия 2001 года Интуиция, в которой снимались Кейт Бекинсейл и Джон Кьюзак, не понравилась ни критикам, ни публике. К тому моменту зрители уже пару десятков лет смотрели на очаровательных, но незадачливых персонажей Джона Кьюзака, и к тому времени интерес аудитории начал угасать. Хотя сложно винить кого-либо из актёров за категорический провал этого фильма. Если бы он был лучше, он бы сыграл на руку Бекинсейл, но всё вышло иначе. – Я должен сейчас дать всё, не знаю? Вскоре после этого она получила роль Селины в фильме 2003 года Другой мир, который снимал режиссёр Лен Уайзман. Между ними завязались романтические отношения, и они поженились спустя пару лет. На протяжении 10 лет Уайзман и Бекинсейл работали бок о бок над несколькими фильмами, включая франшизу Другой мир, но они разошлись в 2016-ом. Фильмы серии Другой мир были дешёвыми в плане производства, хорошо окупались в прокате, что делало их прибыльными, но никто никогда их не называл хорошими фильмами. Чем дольше жила франшиза, тем хуже это было для главной актрисы. Зрители, режиссёры и агенты по кастингу настолько сильно ассоциировали её с главной героиней другого мира, что не могли представить актрису ни в одной другой роли. К несчастью для Бекинсейл, сейчас она попала в чистилище для актёров. Она одновременно и слишком старая, и слишком молодая, чтобы получать престижные роли. Если мужские персонажи, которым 50-60 лет, имеют большой спрос у аудитории, то про женщин такого не скажешь. Как только им становится 40, они выпадают из мейнстрима. У Бекинсейл был только один шанс – драма под названием «Озиноки в Нью-Йорке», где она снималась вместе с Пирсоном Бронсоном, Джеффом Бриджесом, Синтией Никсон и Калломом Тёрнером. В этом фильме её персонаж – это любовница, которая начинает интрижку с сыном своего любовника. Работа с признанными актёрами и восходящими звёздами пошла на пользу Бекинсейл, но это не исключает того факта, что в первую очередь актрису взяли на роль из-за её возраста и внешнего вида. – Эта форма вулгарития нужна? – Какая форма вулгарития? В 2016-ом Бекинсейл появилась на шоу Грэма Нортона и рассказала о пренебрежительном отношении режиссёра Майкла Бэя к ней во время пресс-релиза фильма Перо-Харбор. Она сказала, «Когда мы продвигали фильм, Майка спросили, почему он выбрал Бена Аффлека и Джорджа Хартнета? Он ответил, «Я уже работал с Беном, и он мне нравится, а Джош очень мужественно выглядит, и он потрясающий актёр» Но ничего подобного про Бекинсейл он не сказал. Она прокомментировала. А потом, когда его спросили про меня, он ответил, Кейт была не настолько привлекательна, чтобы отвернуть от себя женскую аудиторию. В интервью 2001 года для MovieLine Бэй подтвердил это заявление, сказав, почему он выбрал на роли именно Бекинсейл. «Я не хотел выбирать слишком красивую девушку. Женщин бы отвлекала излишняя красота» Но вне зависимости от того, что считает Майкл Бэй, Бекинсейл во многих фильмах выглядела достаточно красиво. Так что это палка о двух концах. Будь то современные фильмы ужасов, такие как Комната разочарований или Обитель проклятых, или же боевики типа вспомнить всё и другой мир? Её брали на эти роли явно не за шекспировские таланты. Она играла подобных персонажей на протяжении последних 20 лет, поэтому свои главные плюсы она успела показать и раскрыть. – Ты любишь? – Да, это смешно. Средняя стоимость производства фильмов для широкого проката за последние 30 лет продолжает увеличиваться, поэтому студии не собираются рисковать мелкобюджетными инди-фильмами или периодическими драмами без громких имен в списке актёров. К сожалению, именно в таких ролях Беккенсейла получила признание в последние года. Большой экран для неё стал негостеприимным, так что неудивительно, что она ушла в ТВ-формат. В 2018-м она получила главную роль в ограниченной серии Амазон – Вдовы, где исполнила роль женщины, вовлечённую в опасную игру после того, как увидела своего покойного мужа по новостям. Очевидно, актёрские навыки Беккенсейла и многостороннее резюме в любой момент могут сыграть ей на руку, если ей попадётся правильный сценарий. Так что она ещё может вернуться – время покажет. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова